И по сию пору преподносит сюрпризы. Алексей Поборцев собрал сведения об одном из её эпизодов, которые в советское время держали в секрете. У нас дома столько было фотографий. До 58-го года вообще об этом переходе никто не знал. Он был в секрете, засекречен. В СССР долго не снимали гриф «Секретно» с совместных операций с союзниками по антигитлеровской коалиции. Об удивительных приключениях советского ледокола в начале Великой Отечественной войны братья Гройсмана знают из рассказов отца, старшего ботсмана ледокола Настас Микоян, Александра Гройсмана. Участнику кривосветного перехода, отцу, за проявленное при этом мужество отвал, наградить с жетоном за дальний поход. Утром 5 августа 1941 года немецкая авиация совершила первый налет на Николаев. Бомбили порт и судостроительные заводы. В его швартовой стенке стоял только что построенный ледокол «Анастас Микоян». Ночью ледокол спустился по Южному Бугу в Черное море и ушел в Севастополь. Рабочие Николаевского завода, которые строили Микоян, стали его матросами. Ледокол стал военным кораблем. Он участвовал в обороне Одессы. На него установили вооружение, достаточно мощное вооружение для вспомогательного крейсера. 5 130-мм орудий главного калибра, которые ввели огонь по береговым целям, в период обороны Одессы. Один из самых мощных советских ледоколов, водоизмещением в 11 тысяч тонн, ждали на советском Дальнем Востоке. Нужно было проводить корабли с американской войной помощью по северному морскому пути по Мурманску. Лично ставили на телеграмму или перегнать, или потопить. Командиру корабля, капитану первого ранга Сергееву, была телеграмма. Затопить корабль, чтобы он не достался врагу, было проще, чем прорываться в охваченной войну Средиземное море. И оттуда непонятно как плыть к берегам советского Дальнего Востока. Но капитан Сергеев решил попробовать. Нейтральная Турция пропускала через Босфор только гражданские корабли. В Батуме следоколы сняли все вооружение. Команда оставила личное оружие на берегу. Они говорили, возьми пистолет, командиру. Хоть один пистолет возьми, для себя. Вот, все одинаковые. Пистолета не было на суде. Турция пропустила советский ледокол через проливы в Средиземное море. Куда он направлялся, знал только капитан корабля Сергей Сергеев. Маскируясь среди многочисленных мелких островов Игейского моря, восточной его части, ему удалось вот так в ночное время небольшими как бы перебежками, кратковременными переходами достичь Родоса, одной из основных, так скажем, баз итальянского флота. Союзники фашистской Германии решили, что тихоходное безоружное судно станет для них легкой добычей. Итальянские торпедные катера и самолеты выпустили немецкий торпед. Нитаян увернулся. Мощной водной струей из пожарного гидромета, единственного оружия корабля, удалось отогнать фашистский самолет-торпедоносец. Ледокол спас шторм и сгущающиеся сумерки. Ну, были попадания в ледокол, загорелся катер, на котором было много горючего. Он стал гореть, и тогда моряки сбросили его в море, и уже темно было, и, может быть, это несколько дезориентировало фашистов, что они подумали, что потопили Анастаса Микояна. Поврежденный ледокол смог добраться до порта Хайфа. В то время его контролировали англичане. Английский танкер «Феникс», выходя из Хайфы, подорвался на одной из мин, по всей видимости, выставленных немецкой подводной лодкой. Взрыв повлек за собой значительный разлив нефти, пожар. В результате этого пожара танкер начал дрейфовать на Микоян. Экипажу ледокола удалось спасти корабль. Все корабли, которые были в этой бухте, экипажи, все сбежали со своих кораблей. И только наши подняли пары, и вышли по горячему морю, прямо по огню. Вывели Микоян. Ледокол снялся, охвачивая огнем танкера, 24 английских моряка. Союзная военная команда не объявила Микояну благодарность. И даже символически вооружила советский корабль. Англичане установили 45-миллиметровые орудия 1905 или 1907 года выпуска, которое, в общем-то, имело только такое символическое значение. Отпугивающее, что ли. Ледокол добрался до Кейптауна и стал готовиться к долгому переходу через Атлантику и Монте-Видео. На палубе они привязали коров, овец, рассчитывая, что вот это живое мясо послужит экипажу под спорьем при дальнем межокеанском переходе. Но сразу же с выходом из Кейптауна они попали в шторм. В результате с верхней палубы смыло все, что было там закреплено. На реке голодали, но шторм спас их от немецких подвольных лодов, которые имели приказ топить в Атлантике любые корабли союзников. Ледокол прошел проливом Магеллана и взял курс до берегов Чили на Сан-Франциско. На этих редких фотографиях экипаж Микояна в США американцы отремонтировали и серьезно вооружили ледокол. Через 8,5 месяцев с начала похода корабль достиг порта назначения, бухты проведения. Там ледокол ждали 4 боевых корабля и 19 транспортов, груженных военной техникой. Американскую военную помощь нужно было доставить в Мурманск и дальше на Западный фронт. Ледоколу предстояло провести сквозь полярные льды экспедицию особого назначения. В состав этой экспедиции входил лидер Баку, два эсминца, до 19 транспортов с целью за одну навигацию, получается, лето, начало осени 42-го года. Они должны были перейти в район Мурманска. Экспедиция успешно добралась северным морским путем до Мурманска. Уникальная кругосветная половина Микояна продолжалась почти год. Старт осенью 41-го года в Батуми. Затем Микояна через Босфор и Дарданелло прошел в Средиземное море, где его едва не потопили итальянские торпедные катера. Загрузился углем в порту Хайфа. Через Советский канал вышел к восточному поближу Африки. После Кейптауна пересек Атлантику. Обогнул Южную Америку. Проплыл вдоль берегов Чили, поднялся на север до Сан-Франциско и дальше мимо Аляски в бухту Проведения. И, наконец, северным морским путем приплыл в Мурманск. После войны Микояна еще 20 лет проводил корабли через льды Арктики. В 1968 году легендарный ледокол разрезали на металлолом. Алексей Поборцев, Александр Стволин, Константин Мыльников и Наталья Васькова. Телекомпания НТВ.